ТРАССА СТО ОДИН Приветствую в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Самым покупаемым в России новым автомобилем по итогам 2022 года оказалась Лада Гранта. Правда спрос на неё в сравнении с 2021 снизился на 22%. Второй результат по данным агентства Автостад показала Лада Веста, продажи которой упали гораздо сильнее, минус 70%. Замкнул тройку лидеров Киа Рио, также минус 70%. Четвёртое и пятое места достались Ладе Нива Тревел и Черри Тига 7 Про. Последний единственный в пятёрке, чьи продажи выросли на 56%. ТРАССА СТО ОДИН В России начали продавать седан Chevrolet Monza, китайский аналог Chevrolet Cruze. За машину 2022 года выпуска просят минимум 2 миллиона рублей. Комплектуется она полуторалитровым бензиновым мотором мощностью 115 лошадей и шестидиапазонным автоматом. Доступна также гибридная силовая установка. В начальной комплектации имеются в частности цифровая приборная панель, мультимедиа с сенсорным экраном, кондиционер, люк, система контроля слепых зон. ТРАССА СТО ОДИН АвтоВАЗ планирует выпускать Ниву Ледженд минимум до 2030 года. Тогда внедорожнику исполнится 53 года, производится с начала 1977-го. В этом году модель собираются обновить. В частности, это должно коснуться пластиковых панелей в салоне, шумоизоляции и фар. У последних появится электрический корректор. В ближайшем будущем автомобиль может обзавестись более мощным мотором, ориентировочно от Весты. Одновременно потребуется усиливать детали трансмиссии. ТРАССА СТО ОДИН Российские дилеры открыли прием заказов на бюджетный переднеприводный кроссовер Kia KX3. Он будет поставляться к нам в рамках параллельного импорта. Стоимость новинки пока неизвестна. Модель будет доступна в двух комплектациях. Обе укомплектованы полуторалитровым бензиновым мотором мощностью 115 лошадиных сил. Двигатель работает вместе с вариатором. В перечне опций есть круиз-контроль, датчики света и дождя, система адаптивного освещения, однозонный климат-контроль. ТРАССА СТО ОДИН Компания Хавейл готовит к выпуску новый кроссовер М6, который должен стать самым доступным автомобилем в линейке китайского производителя. По предварительным данным, машина будет больше модели F7. Ее оснастят бензиновым турбомотором объемом полтора либо два литра. Трансмиссия – семиступенчатый робот. Не исключено и появление гибридной версии. Официальная презентация новинки состоится ближе к лету 2023 года. Сейчас напомню, Хавейл официально представлен в нашей стране семью моделями. Самая доступная из них – Джолион – стоит минимум 1 миллион 800 тысяч рублей. На этом все. Подписывайтесь на наш телеграм-канал ТРАССА СТО ОДИН. До свидания. ТРАССА СТО ОДИН